Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, разбираем события минувшей торговой сессии, смотрим за тем, как отработали эти события, ключевые инвестидеи и что происходило с основным набором финансовых инструментов. На этой неделе у нас было несколько, скажем, отчетов, на которые мы изначально делали большой акцент и ставку. Это заседание Банка Японии. Почему сейчас оно было интересно? Потому что ранее на площадках появились слухи о том, что Банк Японии может отличиться. Собственно, заседание состоялось и завершилось несколько, практически, минут назад. И да, японскую валюту потрясло. Собственно, мы видели рост волатильности пары доллар и иена, да и, в принципе, усиление движения по японской валюте против всех основных инструментов. Однако, каких-либо стоящих новых решений и пересмотров в денежной политике не произошло. Поэтому, друзья, мы можем выдохнуть, потому что политика остается мягкой, а значит, у нас по-прежнему нет оснований. Особенно еще и в условиях отсутствия каких-то явных причин, признаков роста геополитической напряженности нет причин уходить в еду. То есть, я мягко вас и плавно подвожу к тому, что наша сделка и такое острое желание поторговать через покупки доллара против японской валюты, этот подход, этот трейд актуален. Мы на него снова делаем акцент. И сейчас, опять же, по мере ожидания еще того, что грядет по штатам, непосредственное влияние на доллар. Я думаю, что даже те из вас, кто ранее игнорировал пару долларов японской иены, сейчас вам нужно снова к ней присмотреться. И, быть может, вы так же, как и я, найдете невозможности для торговли. Помимо того, что у нас был изначально в качестве интереса японский регулятор, его заседания. Сейчас это уже, можно сказать, в прошлом. Мы готовимся с вами к двухдневному заседанию Федеризерова. Сегодня начнется, итоги будут подведены поздним вечером в среду. То есть, завтра. Поговорить детально мы сможем уже на нашем брифинге об этом событии, которое состоится в четверг. Помимо этого, мы продолжаем предвкушать статистику по штатам. И, прежде всего, конечно же, данные Non-Farm Perils. Сначала у нас отчеты DP, частная оценка количества новых рабочих места вниз из хозяйственного сектора. Это те данные, которые будем разбирать и за которыми будем следить в среду, в пятницу. Это Non-Farm Perils. То есть, друзья, торговать есть чем. Поэтому вы сейчас должны быть предельно внимательными к тому, что происходит на рынках. Потому что, сами видите, насколько жарким переход с июля на август. И хотелось бы, конечно же, начать новый месяц с хороших сделок, с нужных в направлении рынка. Потому что в отношении даже таких коротких промежутков времени, как месяц, я думаю, что справедливо правило. Как, собственно, его начнешь, так и проведешь. Теперь давайте посмотрим на хронологию отчетов текущей торговой сессии после заседания Банка Японии. Зачем мы следим? Это несколько отчетов по еврозоне. Не скажу, что это статистика, которая обязательно приведет к мощным движениям евровалюты. Вряд ли. Но эта статистика для общего фона будет нам полезна. Потому что по еврозоне мы с вами уже работаем с позицией Европейского Центрального Банка. Подтвержденной позицией в лице Марио Драги в прошлый четверг. О том, что политика будет мягкой. Мы знаем, почему Драги не меняет существенно, опять же, подход. Ну, кроме как тех решений, которые были приняты еще больше месяца назад. О том, что программа количественного оснащения при хорошей экономической конъюнтуре будет свернута до конца этого года. Но вот вопрос процентных ставок, он остается открытым. И я думаю, что очень нескоро мы, если и дождемся, то их повышение. Почему мы следим за статистикой? Потому что хотелось бы получить еще больший сигнал от того, что ситуация в рамках валютного блока оставляет желать лучше. И сегодня как раз у нас темп экономического роста в 12.00 по московскому времени. Далее у нас отчет по инфляции, базовый для потребительских цен, собственно, он будет опубликован тоже в 12.00. После этого переключимся на макроэкономический фонд по штатам. В 16.30, точнее 15.30 по московскому времени нас ждут личные доходы, личные расходы. Именно американских домохозяйств. Напоминаю, что эта статистика важна для нас с той точки зрения, что на основании личных доходов мы можем с вами прикинуть, что будет с потреб-активностью. Но это может быть даже лишний комментарий с моей стороны, потому что те из вас, кто присутствовал на вчерашнем брифинге, прекрасно знают, что с чем-чем. Но с потреб-активностью в США все очень даже неплохо. За последние полгода она фактически выросла в 4 раза. Но давайте лучше скажем, с начала 2018 года. И на основании этого мы видели темп экономического роста за второй квартал выше 4%. То есть для развитого рынка, развитой экономикой, которая относится и в США, наличие такого мощного внутреннего катализатора, это серьезнейшее основание, на котором может выстраиваться дальнейшая оптимистичная политика Трампа, что он станет все-таки тем президентом, который добьется небывалого прогресса для экономики в целом США. Но пока мы видим то, что ему это действительно удается, если закрыли глаза на то, что происходит с государственным долгом, на то, что растет дефицит бюджета. И говорить непосредственно про индикаторы, которые оценивают состояние экономики от данных по инфляции, заканчивая рынком труда. Да, действительно придраться не то, чтобы практически ни к чему, ни к чему. Американская экономика цветет и пахнет, самый динамичный рынок. А поэтому с начала этого года мы работаем с позицией, предполагающей укрепление курса доллара. Также, друзья, в 15.30 сегодня выйдут данные по темпам экономического роста Канады. Я думаю, что этот отчет повлияет, безусловно, на то, что происходит с канадским долларом. Собственно, мы сделали цель 1.3050, верили в то, что канадец найдет основание для собственного укрепления. В итоге, действительно, эта цель была реализована. Я рекомендовал больше не испытывать, скажем, удачу и судьбу, собственно, закрытия оппозицию в расчете на то, что у нас будут еще возможности поторговать канадцам против доллара. И сегодня, даже в преддверии темпов экономического роста, руки, конечно же, чешутся, хочется поторговать. Потому что, если темп экономического роста сегодня, собственно, порадует трейдеров, то вкупе с последним сильным отчетом по инфляции можно будет вновь и вновь возвращаться к идее того, что Банк Канады все же продолжит повышать процентные ставки. Это, конечно же, причина для укрепления канадского доллара и так далее. Но я все равно вижу довольно серьезный такой внутренний риск для канадца. Он, опять же, связан с тем, что может внезапно случиться на рынке черного золота. И я вижу все же серьезный риск для канадца в связи с тем, что до сих пор крайне неясными являются перспективы будущего соглашения НАФТО. Политическая тема, друзья, вы сами прекрасно знаете, очень неоднозначная. Мы не можем ориентироваться на какой-то комментарий, на какое-то заявление по хронологии, как это делаем со статистикой. То есть у нас нет точного времени, когда что-то может произойти. Поэтому изначально мы должны под этот новостной фонд закладываться с позиции того, что есть такие ожидания. Они могут быть реализованы на рынке в любой момент времени. Ну, я имею в виду по негативу, связанному с НАФТО. Как отреагирует канадский доллар? На это, конечно же, серьезными распродажами. И вот это как раз то, что не очень вяжется с тем, что пара доллар канадец может продолжить дальнейшее снижение. Я, друзья, сегодня предлагаю дождаться темпа экономического роста, проанализировать их, подвести итоги того, с чем мы, в принципе, работаем в плане статистики и что у нас удалось накопить за последние три недели. И завтра вернуться к паре доллар канадец, попробовать, возможно, найти новые точки входа. Ну, не с того мы начали, собственно, в рамках этого брифинга. Вот я в целом уже пробежался даже по доллару, по канадцу. Давайте вернемся к нашим истокам. Начнем, точнее, продолжим с рынка нефти. 75,29, 75,50 по бренду мы вчера видели. Я давал рекомендацию, что с этих уровней можно, собственно, нефтянку продавать. Почему на рынке сейчас преобладает оптимистичное настроение? Потому что на настроение трейдеров как раз влияет очередной ближневосточный форс-мажор, который связан с тем, что Савдонская Аравия временно прекратила поставки нефти через пролив, который уходит в Красное море. И если оценить, насколько стратегически важным является этот пролив, ну, станет ясно, что не на пустом месте основаны ожидания, опасения того, что если ситуация затянется, если поставки не будут налажены в ближайшее время, не будут замедлены, то это, в конце концов, действительно может повлиять на недостаток предложения на глобальном рынке. Пока что новостной фонд не изменился, трейдеры пребывают в таком оптимистичном настроении, ну, трейдеры, которые делают ставку на покупки, собственно, нефти. Как вы помните, собственно, больших факторов поддержки для рынка черного золота практически нет. Поэтому вчера я сделал снова акцент, что помимо такой позиции вы должны понимать, что рядом всегда находятся продавцы, которые не просто так уже неплохо сдули, собственно, всю капитализацию энергетического рынка, когда мы свалились с 80, вот некоторое время назад практически до 70 долларов за баррель. И силы продавцов, они по-прежнему довольно существенны. Я здесь вижу сразу несколько рисков. Ну, первый, он больше даже связан с предположениями и с историческим опытом личным, субъективным, что ближневосточные конфликты, ближневосточный новостной фонд, который периодически поддерживает цены на нефть, он быстро сходит на нет и все возвращается на круги свои. Поэтому, учитывая, насколько важным и стратегическим является вот этот связующий узел пролива с Красным морем, я думаю, что все-таки поставки нефти будут возобновлены. И это может произойти, друзья, также внезапно, поскольку неясно, когда Саудовская Аравия примет решение о том, что танкеры снова имеют возможность бороздить вот этот океанический простор. В целом, ожидания такие присутствуют. Я считаю, что на поддержке, которая уже стала причиной того, что цены пробрались выше 75 долларов за баррель, расти мы больше не сможем, но, по крайней мере, далеко вряд ли уйдем. А вот, что касается причин для распродаж, то хочу с большим удовольствием привести в доказательство того, что очень скоро риск потенциальных опасений нехватки сырья может быть смещен риском перепроизводства. Возможности вот этой конверсии, она связана с тем, что вчера вышел доклад ОПЕК, в соответствии с которым четко была обозначена позиция, что страны Грессийского залива увеличат показатели нефтедобычи. В прошлом месяце производство нефти в рамках стран ОПЕК выросло на 70 тысяч баррелей до 32-64 миллионов баррелей в сутки. Это максимум практически с октября 2017 года. Тут же не забываем про оппозицию Александра Новака, который является лидером, мне не говорит за энергетический сектор России. То, что производство нефти в России будет увеличиваться, и он позволил даже сказать, что в рамках стран ОПЕК оно может вырасти больше, чем обсуждалось в ходе последнего заседания. То есть больше, чем на 1 миллион. В связи с этим, друзья, я предлагаю не оставлять идею того, что риск перепроизводства все же более существенный. Сегодня также вышли данные по Китаю, по производственному сектору. Статистика хуже, чем месяц назад. Я думаю, что выводы вы тоже можете сделать сразу же. Если статистика хуже промсектора, тем более Китая, то, скорее всего, просядут и темпы экономического роста. А значит, в будущем и спрос на нефтянку будет в меньшей степени уже выражен. Поэтому продажи, как были среди приоритетных идей, так, собственно, они и остаются таковыми. Доллар японская, иена, ну, отчасти уже пробежались по тому, что происходит и может произойти с этой валютной парой. Рекомендую, так же, как и день назад, ориентироваться на возможность торговли через отложку, то есть покупки пары доллар-иены с отметки 110.50. Ну, в целом, если вы готовы рискнуть и так же, как и я, верите в доллар, особенно после того, как стало ясно, что Банк Японии никак не скорректировал основные параметры денежной политики и ничего не изменит в принципе политики, можно покупать пару прямо сейчас и рассчитывать как минимум на обновление прежних максимумов в районе 113 иен за доллар. Почему мы покупаем доллар? Потому что мы ждем заседания Федрезерва, мы ждем очередного подтверждения прогресса на рынке труда и показателей инфляции, и мы ждем очередного озвучивания позиций того, что ФРС остается привержен политике более высоких процентных ставок. Я не знаю, что сейчас может совсем спутать карты доллару, но может быть очередной виток эскалации напряженности в торговых отношениях с Китаем, но пока, друзья, новостей нету, каркать тоже не будем. С Европейским Союзом пока что, скажем, взята пауза, то есть на время проведения переговоров, которые могут затянуться и США, и Европейский Союз практически обязались не принимать решения о новых тарифах, поэтому я бы даже сказал, что возможность США договориться и желание найти общий язык с Европейским Союзом может быть является небольшим таким сигналом того, что Соединенные Штаты Америки попробуют договориться и с другими, собственно, державами. Ну, может быть, с Китаем другая история, конечно же, и там отношения не такие, как с Европейским Союзом, но еще раз повторюсь, новых новостей пока нет. По доллару японской иене длинные позиции актуальны. Что касается заседания Банка Японии, ну, единственное, на что можно сделать акцент, это пересмотренные прогнозы по инфляции. Они снижены. На этот год Банк Японии ожидает, что инфляция максимум сможет вырасти до 1,1%. Раньше прогноз был на отметке 1,3% и, соответственно, на 2019-2020 год прогнозы также снижены, но не считая нужным сейчас о них говорить, потому что очень много времени еще должно пройти, чтобы мы говорили о том же самом 2019-2020 годе. По золоту, друзья, в связи с ожиданиями роста доллара, думаю, что мы снова протестируем планку 1200 долларов за тройскую мунцию. По евро-доллару небольшое восстановление евро. В целом европейская валюта зажата в коридоре. Я считаю, что мы можем продавать евро, используя ложку диапазона 1,1720-1,1730, расчетное тестирование поддержки 1,15. Сегодня, напоминаю, данные по ВВП и данные по инфляции. Думаю, что они в целом должны усилить наше впечатление о том, что экономика еврозоны сейчас работает со слабой статистикой и недостаточными темпами роста инфляции. Вчера, кстати, улучшил индекс настроения в еврозоне. Как, собственно, и ожидалось, индекс снизился до минимума за год с 112,3 до 112,1. Это только, скажем, еще один насчет, который идет в догонку к прошлым, в целом указывающим на то, что в еврозоне пока что накопилось очень много фундаментальных, макроэкономических и статистических рисков, которые, на мой взгляд, также являются доводом, почему евро не нужно покупать. По фунту против доллара 1,3119 я не верю в то, что британская валюта вырастет. Могу заблуждаться, потому что верю, что Банк Англии может поднять процентные ставки. Слежу тоже за ожиданиями, друзья, как они меняются. Буквально день назад оптимизма было меньше. Сейчас, после блока данных по тому же самому кредитованию, которые вышли еще вчера, вероятность того, что ставку повысят, снова увеличилась. И считается, что с вероятностью чуть ли не 80% Банк Англии поднимет ее. Но при этом делается комментарий, что позитив уже полностью заложен в курсе британской валюты, поэтому вряд ли фунт сможет выиграть еще больше и вырасти, соответственно, значительно. Особенно на фоне все еще актуальной необходимости по Брэнзиту. Я считаю, что все-таки фунт, даже в том случае, если ставку поднимут в ходе заседания четверга, после локальной непродолжительной позитивной реакции развернется, потому что Карни после заседания, после решения по ставке обязательно коснется и будет говорить о тех рисках политических, которые над экономикой нависли. И, может быть, употребить такую фразу, использовать, что повышение процентной ставки сейчас это разное мероприятие, и теперь Банк, если ставка будет повышена, займет исключительно выжидательную позицию, чтобы следить за тем, как потребители адаптируются к новому стуэм кредитования. Я вижу здесь даже больше рисков. Поэтому, друзья, если вам интересна моя позиция по фунту, после тех неудачных сделок, которые уже были проведены, считаю, что фунт нужно сейчас продавать и, может быть, использовать ложку на отметке 1.3170. По новозеландцу в час 45 уже, соответственно, завтра ночью в час 45 ждем данные по рынку труда. По прогнозам статистика в моменте может оказать поддержку новозеландцу. Нужно, чтобы эта моментальная, скажем, положительная реакция была продлена, потому что мы по новозеландцу, ну, по крайней мере, я уже бык, и продолжаю покупать этот дуэт активов. Сейчас котировки 0.6830, цель 0.70. Фонды в рынке снижаются. Можно сказать, что снова топит сектора, да и в целом еврозоны и США технологический сектор. После слабых отчетов Facebook и Twitter это как раз то, что мы подразумевали, что локомотивы, которые будут отчитываться после вот этих хороших публикаций результатов хозяйственной действий, с которых стартовался зон отчетности в США, локомотивы могут испортить настроение. В целом это сейчас и происходит. По американскому фондовому рынку и по Европе я, как и раньше, не вижу причин для покупок и советую придерживаться коротких позиций. В целом допускаю, что ключевые индексы, ну, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки могут потерять в перспективе ближайших 6 месяцев от 20 до 30%. Давайте посмотрим в целом, как этот риск может реализоваться. Ну, это что касается основных событий, думаю, что обо всем самым важном мы, друзья, с вами поговорили. Остается только пожелать вам хорошей торговой сессии. Завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени я вас жду всех на брифинге. Начнем, разумеется, без опозданий. Поговорим, опять же, о статистике Еврозона сегодня, данных по экономическому росту Канады и, собственно, статистике по личным доходам и расходам США. Я думаю, что денек будет, как и всегда, с учетом такого содержания новостных событий интересным, поэтому и на брифинге нам точно будет о чем поговорить. На этом все. Всего доброго. До свидания.